Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. И снова в объезд. Сегодня в Нижней Шиловке смыло уже временный мост через реку Чах-Цуцир. Движение планируется восстановить к утру 7 декабря. 24 тысячи квадратных метров для спасения жизни готов проект нового здания детской краевой больницы. Строительство начнется уже в следующем году. Беспилотный транспорт, нейротехнологии, персонализированная медицина и интеллектуальная энергетика. В Сочи обсудили научно-технологическое развитие России. В преддверии Дня Героев Отечества Венемин Кондратьев встретился с теми, кто защищал рубежи своей родины. В неформальной обстановке за чашкой чая глава региона сегодня пообщался с героями России и вдовами защитников нашей страны. Сила духа всегда была главным стратегическим преимуществом России, отметил губернатор. Важно дать возможность молодежи узнать о героях, которые жили на Кубани и прославились своими подвигами. С подробностями наши коллеги из Краснодара. На страницах краткого справочника истории тех, кто отважно сражался за родину. Евгений Шендрик, герой Российской Федерации, лично собирает эти автобиографии. Издание 2003 года требуется обновить. Список тех, кто получил почетные звания за 15 лет, заметно пополнился с 24 до 40. В первую очередь славу героев нашего времени необходимо донести до молодежи. В следующем году книга с новыми фамилиями отправится в библиотеки учебных заведений. Если мы им не расскажем, как мы выросли, как мы достигли того периода, когда мы совершили подвиг. А подвиг – это наш мужской поступок, это наша работа. Вот на моем месте любой сотрудник спецподразделения поступил точно так же, потому что мы по-другому просто не смогли бы, потому что нас так воспитали. О патриотическом воспитании говорили сегодня в краевой администрации, в неформальной обстановке, чем за чашкой чая. В зале те, кто носит на груди звезду героя. Вениамин Кондратьев поздравил собравшихся с наступающим праздником. В это воскресенье в России отмечают День Героев Отечества. Кубанцы, которые носят такое звание, приглашены на торжественный прием к президенту страны. В крае таких немало. Именно они защищали рубежи нашей Родины, и именно им мы обязаны за мирное небо над головой. Виктор Казанцев, Сергей Борисюк, Виктор Маркелов. Этот список можно еще долго продолжать. На таких примерах и нужно воспитывать нашу молодежь, говорит губернатор. На встрече вспоминает подвиг выпускника Краснодарского летного училища Романа Филиппова. Майор геройски погиб в Сирии и не сдался врагу в плен. Что лежит в основе, наверное, ратного подвига? Высочайший профессионализм, честь, патриотизм. Все в совокупности. Вот это внутреннее понимание людей, которые на своей груди носят звезду героя России, однозначно стопроцентная и полная. Никто, кроме нас. Такой силой духа не обладает ни одна, не то что армия, ни один народ у них. Ни один. И сегодня мы демонстрируем это. Героизм сегодняшних дней. Беспримерный героизм. Роман Филиппов, который ничего другого не видел изначально, и он не думал ни о чем. Он понимал, что или до конца, или никак. Это сила духа. Поэтому для нас важно, чтобы вы были не просто на картинках где-то или в фильмах, а примером для них. Надо классы называть именами героев. Улицы, школы называть сегодняшними именами героев. А то, что они сделали, это будет навсегда в народе. В народе, в стране, в крае. Такая работа в крае уже ведется. Имена героев присвоены более чем 460 школам. Новые фамилии внесены в мемориальную арку в сквере Жукова в Краснодаре. Память о защитниках Родины увековечена навсегда. Сегодня герои России отдают много времени воспитанию подрастающего поколения. В школах они проводят уроки мужества, где передают накопленные знания. У школьников и студентов есть возможность узнать героические истории от первого лица. Очень большая работа в крае проходит по вопросу патриотического воспитания. Я хочу отметить из разговоров, которые мы в кулуарах обсуждаем, вопросы патриотического воспитания во всех регионах, где есть герои. Я вам откровенно скажу, что больше, чем в Краснодарском крае, не занимаются этим вопросом. Для них даже удивительно бывает, что столько мероприятий проводится в крае. Поэтому я убежден в том, что мы на правильном пути, мы делаем свое дело. И те встречи с молодежью, которые проходят, они все-таки достигают конечного результата. Особое внимание сегодня в крае уделяется семьям погибших военных. На встречу с губернатором пригласили вдов Героев России. В регионе разработали закон о мерах дополнительной материальной поддержки героев и вдов. Сейчас документ рассматривают в Минфине России. Но главное для этих женщин – память. Фамилии их мужей уже носят улицы в Краснодаре. В следующем году появятся обелиски. Молодое поколение должно узнать историю героев, считает губернатор. Молодежи нужны те, на которых равняться. Поверьте, вот так устроена жизнь. Всегда были старшие поколения и младшие. И всегда младшие, чтобы мы не равнялись на старших. Главное создать условия, чтобы младшие видели старших. Вот то старшее поколение. Героическое – это очень важно. Вот те живые, которыми можно гордиться при жизни, общаться, спросить, задать вопрос, получить ответы – это очень важно. Сегодняшняя встреча – как живой урок истории для молодежи. Курсантов военных училищ, школьников и студентов, которые присутствовали на встрече. Как сами после признались, такие примеры подвигов побуждают на героические поступки. Вот такие встречи с героями Российской Федерации, Советского Союза, дают нам, во-первых, память о том, как они совершили, какое мужество они проявили во время своих подвигов. Потому что не каждый бы смог просто такое совершить морально и физически. Такие встречи позволяют мне узнать, во-первых, героев России, увидеть их в лицо. И с них мы можем брать пример для того, чтобы в будущем, может быть, когда-нибудь тоже совершать такие поступки, которые совершают они. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Кубань может стать площадкой для производства немецкой сельскохозяйственной техники. С инвестором из Германии встретился Вениамин Кондратьев. Моторные инструменты под всемирно известным брендом «Штиль» востребованы как и среди жителей края, так и всей страны. Первые шаги в сотрудничестве уже сделаны. В сентябре компания открыла в Краснодаре свой первый логистический центр в России. Губернатор отметил, что краевые власти готовы оказать любую поддержку, чтобы руководство предприятия приняло решение открыть производство именно в нашем регионе. Я надеюсь, что продукция компании «Штиль» все будет больше и больше набирать популярность. И в нашей стране, безусловно, и география реализации вашей продукции будет все время расширяться. Я даже в этом, наверное, не сомневаюсь. И вот тот второй участок логического центра, который пока не освоен, однозначно будет освоен. И площадь вашего логического центра явно увеличится. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы очень заинтересованы в том, чтобы компания «Штиль» открыла в Краснодаре свое производство. И готовы сделать максимум для этого возможного. И для этого мы должны максимально проработать те варианты, которые вас будут устраивать, в том числе и подобрать ту площадку, которая будет для вас комфортной. И, естественно, повлияет на ваше решение о создании собственного производства продукции компании «Штиль» непосредственно в Краснодаре или Краснодарском крае. «Если мы говорим о строительстве производственных площадок здесь, в России, то мы рады этому факту. Я надеюсь, наше будущее сотрудничество с Краснодарским краем будет успешным». Немецкая компания производит моторные пилы, газонокосилки и триммеры высокого качества, а также инструменты для ландшафтного дизайна. По мнению главы региона, они будут особенно востребованы среди потребителей Кубани. «Протяженность береговой полосы практически около 600 километров именно Краснодарского края, где расположены различные санатории, отели и гостиницы. Это только Черное море, а еще около 450 – это Азовское побережье. Почему я об этом говорю? Потому что на протяжении всего этого расстояния у нас находится около 6 тысяч больших и малых гостиниц, отелей, санаториев. Со своей большой или маленькой территорией, которая, безусловно, чтобы она была красивой, нуждается в уходе. А это все те же газонокосилки и триммеры. И в том числе муниципальные образования, где парки, скверы, очень красивые проспекты, очень красивые архитектурные ландшафтные решения. Это тоже нуждается в очень красивом уходе и в очень качественной технике, которая создает эту ландшафтную красоту. И это уж точно в наших силах, чтобы вся эта армия потребителей приобретала ландшафтную технику компании «Штиль». Потому что «Штиль» может быть, я думаю, нашим местным производителем, российским производителем. Немецкая компания работает на территории Краснодарского края с 2014 года и за это время успела себя зарекомендовать как надежный инвестор. В свою очередь, наш регион привлекает иностранных партнеров благодаря стабильной экономике и благоприятным условиям для бизнеса. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». Освоили, но не все. Муниципалитеты края отчитались за деньги, выделенные на строительство соцобъектов. С поставленной задачей, к сожалению, справились не все. Об этом говорила вице-губернатор края Анна Менькова. В администрации региона Менькова провела совещание по социальным вопросам. На связь вышли все районы края. В зале присутствовали руководители профильных министерств и ведомств. Одной из главных тем селектора стало здравоохранение. Вице-губернатор отметила, что до конца года в крае должны были ввести в эксплуатацию около 30 объектов здравоохранения. Однако в ряде муниципалитетов от заявленного графика отстают. У нас 29 объектов запланировано на этот год. Это 28 офисов врачей общей практики и патологоанатомическое отделение Белогринской ЦРБ. Но объективно понимаем, что ведем 26 объектов из 28. У нас есть проблемы в Тбилисском районе по ВОПу 20% готовности, в Темрёгском районе 35%, в Идинской районе 35%. Что касается модульных зданий ФАПов. На сегодня 11 площадок к монтажу подготовлено. ФАПы смонтированы в двух муниципалитетах. Это Мостовской район и Новопокровский. Вице-губернатор подчеркнула, вне зависимости от причины задержки строительства медобъектов, местные жители должны вовремя получать качественную врачебную помощь. Обсудили на совещании также возведение и капитальный ремонт школ, детских садов и пристроек к ним. Новые места за партами в этом году появились в Армавире, Краснодаре, Абинском, Славянском и Тимашевском районах. В 16 муниципалитетах обновили 25 спортивных залов. Однако есть и проблемы. В Абинском и Северском районах под угрозой срыва открытия детских садов. Анна Менькова поручила главам в ручном режиме контролировать каждую стройку и максимально ускориться, чтобы до конца 2018-го ввести в эксплуатацию все дошкольные учреждения. Через несколько лет в детской краевой больнице возведут новое здание. Строительство начнется уже в следующем году. Теперь в Краснодаре смогут проводить сложные операции, появится самое современное медоборудование, увеличится и количество коек. Проект нового корпуса уже готов. Сегодня с ним ознакомилась вице-губернатор Анна Менькова и министр здравоохранения края Евгений Филиппов. Также куратор соцблока осмотрела лечебный корпус и оценила условия содержания больных. С подробностями коллеги из Краснодара. О страшной болезни маленькой Ксюши родители не догадывались. Девочка, как обычно, была веселая и активная. В гости семья приехала из Алтайского края и уже в Краснодаре. Ребенку неожиданно стало плохо. Дальше экстренная госпитализация, реанимация и диагноз. Сахарный диабет. Высокий сахар очень был. Было нам плохо. Врачи очень выручили, помогли, за что я им благодарна. Очень благодарна за то, что спасли моего ребенка. Все здесь прекрасно, хорошо кормят, даже очень хорошо, можно сказать. Единственное, что очень тесно. Рядом кровати находятся, то есть проходики очень маленькие. Так обстоят дела и в других отделениях. Пациентов очень много и с каждым днем количество увеличивается. В основном за счет того, что население края постоянно растет. Наш регион один из лидеров по притоку переселенцев. Малыши чаще всего находятся на лечении с родителями и без того в маленьких палатах становится совсем тесно. Дети, родители. А их попробовали положить. А у нас получается не восьмикоечная палата, а по сути по 16 человек. Вот если заглянуть в гематологию, шесть под кроватью койки достают в из-под душки мамы. И в общем вот так все спят. А что делать? Да, ситуация печальная. Несмотря на такие условия, детская кровавая больница считается одним из лидеров страны. Совсем недавно общественная палата России подвела итоги конкурса «Лучшие дети». В результате наше медучреждение получило специальный знак качества. Эксперты отметили грамотную работу коллектива и профессионализм врачей. За эффективным лечением сюда и приезжают дети со всего края. Именно поэтому они и готовы терпеть дискомфорт и большое количество людей в палатах. Как ухаживают, как врачи? Замечательно, очень хорошо. Как лечат? Есть какие-то просьбы, пожелания к нам? Не стесняйтесь. Нет, просьб нет, отношение очень замечательное. Очень внимательно лечение в крае заводят полностью, как положено. Вы дома здесь находите? Ну, с четверга. Давайте поправляйтесь, выздоравливайте. Детская кровавая больница – это стратегический лечебный объект. Здесь принимают пациентов с различными заболеваниями, в том числе и тех, кому не смогли помочь в районах медицинских центрах. Новое здание поможет не только разгрузить палаты, а еще улучшить качество лечения и обследования. Это проект на 24 тысячи квадратных метров с новыми отделениями, который позволит расширить сегодня краевую детскую больницу на 425 коек. И самое главное, что необходимо, чтобы сегодня на территории Краснодарского края именно в детской краевой больнице оказывались высокотехнологичные медицинские услуги и операции, которые мы до сих пор не имеем возможности здесь проводить и вынуждены отправлять этих деток в Москву и Санкт-Петербург для того, чтобы они оперировались там. В частности, речь идет о пересадке костного мозга и о ряде других высокотехнологичных операций. Я даже не могу назвать это корпусом отдельным, потому что, по сути, это отдельное, большое, важное здание, которое сегодня крайне необходимо Краснодарскому краю и детям Краснодарского края. Те операции и те возможности, которые будут появиться в крае в связи с введением этого корпуса, то, конечно, это прорыв будет, потому что то оборудование, новые технологии, которые будут заведены в это новое лечебное учреждение, они будут, конечно, на порядок выше то, что сейчас есть в Краснодарском крае. Краснодарский край стал одним из 37 субъектов страны, получивших деньги из федерального центра на строительство новых объектов. И это не случайно регион-лидер по снижению смертности. В этом году кубанским медикам удалось сохранить больше 900 жизней. Возведение нового здания должны начать уже в следующем году, а завершить в 2021. На строительство и закупку оборудования выделили около 6 миллиардов рублей. По сути, это будет единственное медицинское учреждение, в котором высокотехнологичную медицинскую помощь будут оказывать не только детям Кубани, но и маленьким пациентам из соседних регионов. Элина Касабова, Алина Сорокина, Евгений Березнин, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok Компьютерная 3D-томография, инновационные технологии, лечение под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. Готовьтесь к Новому году в Сан-Сити, где уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Акция действует до 31 декабря. Сан-Сити, Северная, 6. Часовой салон-магазин «Куранты». Штрих вашего стиля. Широкий выбор, доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53, ЦУМ, 2 этаж. 8-918-3243. Сервис, опыт, технологии, но самое главное – мастерство. Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр «Сан-Сити». Все подарки здесь. В Сочи после ливня вновь рухнул мост. Сегодня утром в селе Нижняя Шила в Карикойчах Цуцир на этот раз смыло временную конструкцию. Движение по трассе снова заблокировано. В целях обеспечения безопасности граждан сотрудники ГИБДД перекрыли движение в данном направлении. Полицейские рекомендуют водителям воздержаться от поездок до устранения последствий обрушения. В полдень вода спала, к месту ЧП подошла техника и машины с щебнем. Начались работы по восстановлению временного моста. Для проезда автомобилей пока есть только объездной путь. До пограничного поста в селе Ермоловка далее через село Ахштырь. Затем съезд на совмещенную автодорогу Адлер-Красная Поляна. Также людей подвозят к мосту. Они пешком переходят на другой берег, где их ожидают автобусы. Движение планируют восстановить ночью 6 декабря или утром 7 декабря. На место направлена и оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Всего привлечены 25 человек и 6 единиц техники. Напомню, основной мост в селе обрушился 14 ноября. На его восстановление, по словам строителей, может уйти несколько месяцев. К слову, сегодня все городские службы перешли в режим повышенной готовности. До 18 часов 7 декабря ожидается усиление ветра, а местами порывы до 15 метров в секунду. Местами сильный дождь. По поручению главы Сочи, все городские службы курорта перешли на усиленный режим работы. В случае происшествий звоните с мобильного телефона по номеру 112. В Сочи обсуждают вопросы технологического лидерства России. Сегодня на курорте стартовал форум «Экосистема НТИ. Стратегия будущего». Организованный российской венчурной компанией при поддержке администрации Краснодарского края. Двухдневный форум посвящен вопросам реализации национальной технологической инициативы. Это долгосрочная государственная программа по созданию новых рынков и достижению технологического лидерства России. Была образована 4 года назад и рассчитана до 2035 года. Основная тема форума – разработка и внедрение научно-технологического развития России в ближайшие годы. И на сегодняшний день в рамках национально-технологической инициативы одобрены 7 региональных дорожных карт. Действует 10 рабочих групп, а также реализуется ряд инновационных проектов. Главная задача нашего форума – это проверить те идеи, те мысли, которые возникают внутри НТИ, на их возможность реализации, на то, что их можно собрать в одну единую систему, которая бы помогла России, занимаясь российским технологическим компаниям завоевывать глобальное лидерство. В задачи национальной инициативы входит развитие таких перспективных рыночных направлений, как беспилотный транспорт, нейротехнологии, персонализированная медицина, интеллектуальная энергетика, передовые производственные технологии и прочее. Что касается технологического прорыва в Сочи, то в октябре курорт вступил в Международный клуб устойчивых и умных городов, в которые входит лишь десяток российских. В городе Сочи создана вся необходимая инфраструктура для интеграции цифровых решений. От цифровизации мы никуда не уйдем. Кто бы о чем не говорил и кто бы как критически к этому не относился, но я думаю, что все сегодня понимают, что это совершенно новое время, это прорывные технологии и без них мы останемся с вами в прошлом. А я уверена, что мы все хотим двигаться вперед и только вперед. Поэтому я убеждена, что уже в 2019 году жители города Сочи, наши гости, заметят реализацию часть проектов, которые составляет «Умный город». В Сочи умные решения уже внедрены в транспортной инфраструктуре. В системе «Безопасный город» ведется цифровизация в санаторно-курортной отрасли и в инфраструктурных сетях. В частности, на территории города действует бесшумный Wi-Fi. В следующем году в городе будут внедрять новые технологии в сфере ЖКХ. Работа начнется с энергосервисных контрактов, которые повлекут за собой сокращение расходов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Об ответственности родителей говорили сегодня на заседании «Круглого стола». Он был организован администрацией города Сочи. Тема – развитие системы комплексного сопровождения и образования лиц с расстройствами аутистического спектра. В одном зале – врачи, педиатры, неврологи, педагоги, руководители общественных организаций. Речь о том, как помочь детям и их родителям вовремя установить диагноз и начать лечение, что в будущем убережет его от проблем. К сожалению, многие списывают неадекватное поведение ребенка на его возраст. А у ребенка болезнь, его надо лечить просто. И медикаментозно, не знаю, мама лечит или нет, она скрывает или не скрывает. И ему какие-то соответствующие занятия дополнительные. Он не может сидеть на математике, он не может вообще тихо сидеть. Нужна разъяснительная работа среди родителей, говорит Ольга Медведева. Некоторые до сих пор не то, что сходить на прием к неврологу, отказываются делать прививки. Но есть и другая категория родителей, которые панически боятся услышать неожиданный диагноз. Надеясь на то, что время излечит. Родителю кажется, что если вот сейчас он пойдет и обратится к неврологу, или обратится, например, к тому же психиатру, да, или будет устанавливать там ту же самую инвалидность, или какие-то рекомендации получать от этих врачей, то это привлечет за ним какие-то санкции в образовательном учреждении, в школе, в детском саду. Вот до родителей вот как-то бы донести ту информацию. А тем временем психиатрических заболеваний с каждым годом становится больше. В Сочи, например, 187 детей страдает расстройствами аутистического спектра. Благодаря труду родителей и педагогов 35 из них учатся в школах города. 41 ребенок в детском саду, 88 обучаются в школе-интернате номер 2. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Очередную группу леопардов выпустят в дикую природу Сочи через два года. Об этом сообщил директор Кавказского отделения Фонда дикой природы России Валерий Шмунг. В дикой природе российского Кавказа сегодня обитают пять переднеазиатских леопардов. Двое из них, самцы килли и ахун, были выпущены в июле 2016 года на территорию Кавказского заповедника. Этим летом выпустили самца по кличке Артек, а в национальном парке Алания Северной Осетии самку по кличке Волна и самца по кличке Эльбрус. Потомство в центре разведения Сочинского нацпарка есть – это пять молодых зверей. Теоретически, если они сдадут экзамены на умение самостоятельно охотиться и избегать человека, то не ранее, чем через два года состоится новый выпуск леопардов. Скорее всего, в 2021 году отметили в фонде. Одним из показателей готовности леопардов жить в естественной среде обитания является самостоятельность, которая у этих хищников наступает не ранее двух-трех лет. В промежутке между двумя и тремя годами их необходимо выпускать в дикую природу, иначе им будет очень трудно адаптироваться к жизни на воле. Главный критерий, которым будут руководствоваться специалисты при выборе кандидатов на выпуск – разнополые животные не должны быть близкими родственниками. От этого зависит генетическая устойчивость популяции в будущем, сообщает ТАСС. В Сочи пройдет открытый турнир города по армейскому рукопашному бою среди военно-патриотических и военно-спортивных клубов. Турнир посвятили памяти героя России Евгения Эпова. Цель турнира состоит в том, чтобы познакомить молодых спортсменов с биографией настоящих героев Отечества. В соревнованиях, которые пройдут в Федеральном центре единоборств «Югспорт», примут участие спортсмены из Сочи, Красноармейского района, Геленджика, Усть-Лабинска, Краснодара, Абхазии. Почти 250 человек. Церемония открытия состоится 9 декабря в 14 часов. Соревнования с 10.00. Вход свободный. И на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте. ФКТ.ком. Смотрите нас также в социальных сетях. Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники, Телеграм и в группе ФКТ ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...